Дорогие друзья, немножко внимания всех, кто играет за досками. Просим вас повернуться к нам. Проходите, заходите. Приветствую вас всех на дружеском турнире клуба Ситю. Это второй турнир. Первый у нас прошел 18 апреля очень удачно. У нас по регламенту было 4 команды, но попросили и мы сделали 6. Поэтому задают вопросы, как будет у нас все это организовано, жеребьевка, туры. На этот вопрос ответит руководитель клуба Леонид попозже. Сейчас торжественную, самую приятную, вкусную часть проведу я. Я вас всех познакомлю и подружу. То есть смысл нашего мероприятия, в принципе, представить наш клуб Ситю, что мы есть. Некоторые нас не знали совсем, мы образовались всего несколько месяцев назад. Мы хотим познакомиться, провести приятное время, получить удовольствие от игры. И, может быть, придумать что-то интересное на будущем. Начнем приветствие с команды «Дебют». Пожалуйста, команда «Дебют». Зовем вас на сцену. Хочется оценить фирменный стиль команды. Они поддержали. Так, пожалуйста. Фотосессия. Я уже не занимаюсь этим сегодня. Теперь, немножко представьте, пожалуйста, вашу команду и ваш клуб. Денис, давай, ты. Дымись у нас. Ну, Камшков приехал из Солнечногорска. В сторону Ферии, если кто-то знает. Образован он на базе шахматного клуба «Дебют». Поэтому название несколько версий у нас «Шахмат». Я так понимаю, ты капитан команды. Я капитан команды. Ты играешь на первой доске. И немножко о себе. Как долго ты занимаешься ГО? Я занимаюсь ГО уже 5 лет. Научил меня Андрей Александрович. Ну, как-то получилось, что я на первой доске чуть-чуть сильнее играть стал. В последнее время не повезло. Ну, отлично. Так, представьте, пожалуйста. Меня зовут Ксения Гринченко. Я играю где-то 2 года. Молодец. Андрей Ворошенко. Играю 10 лет. Как бы в свое время увлекся этой икрой и начал поднимать ее в Солнечном госпитале. Стало я сушить шахматной икрой в Солнечном госпитале. Да. Галина, у тебя никого не хватает? Есть, расскажи. Интересно, что они там? Что они скажут, да? Ну, можно я капну немножко? Можно я? Давай. Не в форме чуть-чуть. Я за доской не сижу. Значит, очень рада всех видеть. У нас 23 мая на берегу замечательного озера Синиш будет проходить фестиваль японской культуры, цветения сакуры. Рекламку покажу чуть попозже, положу. В прошлой рекламке мой номер телефона кое-кто. Последний цифр. Наверное, специально, чтобы не доехали. Серьезно, будет фестиваль на открытом воздухе. У нас настолько красиво все. Только главное молимся погода. В прошлый раз я разогнала тучи. Вот без вас никак приезжайте, будем разгонять все, чтобы был фестиваль еще интереснее. В программе фестиваля турнир по гон. Турнир будет по шахматам. Ну, не можем никак, хоть это не совсем японская тема. Ну, поселком еще пока не потянули. Значит, будет мастер-класс по суме, будет мастер-класс по оригами. Еще там очень секретный мастер-класс. Чуть попозже в инстаграме, в фейсбуке. Ну, добавляйтесь в друзья, потом поговорим. Ну, как вот, я думаю, в процессе не играть будете, а я буду дружить со всеми. Да, Галина будет со всеми дружить. Здесь будет мастер-класс бесплатный. Будет выставка рисунка детского. Не просто выставка, а конкурс. Будет выставка картин. Культура объединяет сердца народа мира. То есть программа колоссальная. Ждем вас. Там можно рядом и погулять, и покататься на катамаранах. В общем, от желаний ваших будет зависеть экскурсия. Сама лично проведу. Могу свой байк на сперку привезти, кто захочет покататься. Если что, записывайте. Спасибо, Галина. Значит, вопросы будут, все будут знать, к кому отращаться. Да, здесь будет мастер-класс по живописи. Спасибо команде Дебют. Просим вас. Просто познакомить с командой Некрасовцы. Некрасовцы, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Где ваш третий? Не доехал. Опаздывай. Ну, мы сделаем фото с двумя. В общем, представляем библиотеку Некрасовскую. Ну, Некрасовку. Вот так, как там проходит раз в неделю. Наш клуб. Можно, чем всех желающих, как бы, приходите поиграть. Так же возможно. Вообще, я хочу немножко рассказать, потому что это непростые ребята. Вообще, с них началось все. Мы знакомились с Дианой Леонидом вот в этом месте, в этом клубе, где проводит все Антон. И мы потом через какое-то время набрались опыта, вдохновения. И решили создать на юге Москвы тоже свой клуб. Вот. Поэтому, Антон, ты наш отец, ты зачал нас. Спасибо тебе большое. Вот. И сегодня посмотрим, какое ты подружился. Ну, мы туда получили. Спасибо тебе большое. Да. Немножко, сколько ты занимаешься в год? Ну, вот, собственно, мы с товарищем играли в шахматы. Полгода каждый день. И я все долбил-долбил, потому что есть такая карагонка. Где-то в 2004-м мы вот купили простую себе девятку камушков. Очень долго спорили, кто же выиграл. Ну, в общем, так как-то вот, получается, 17 лет. Вы прям вот именно с ним, да? То есть он так же? Да. Ну, с перерывами не часто. В какое-то время очень часто играли. Полностью самоучки дошли вот до какого-то... Ну, дошел до того, что могу заразить остальных. Вы сильно болеете, можете заразить всех. Спасибо вам большое. Ждем вашего ответа. Теперь хочется представить команду Иньянь. Спасибо. Иньянь, да. Команда Иньянь. Это серьезный крыль, расскажи. Это серьезная фотография. Меня позвали, да, в команду, поэтому... Хоть я и мастер школы Южного Креста, тем не менее, здесь будем играть. Играю за другую команду. Нет, подождите, вы вообще можете рассказать про себя. Не даю. Нет, расскажите про себя. Нет, я давно уже играю. Я играю в ГО где-то уже лет 15. Являюсь мастером школы Южного Креста. Собственно, развиваю свое направление. Не очень активно, так вяло развиваю. Но занятия у нас тоже проходят. У нас по четвергам в чайной клуба Инбе. Это дом белого журавля, так что, если хотите, присоединяйтесь. Как раз вот по такому японскому антуражу. Попьем чайку, поговорим о ГО, поучимся, поиграем. Все, пожалуйста, милости просим. Очень приятно. Так, а Никита? Никита нас собрал в основном. Да, он у нас кари-капитан. Да, хотелось поучаствовать в вашем турнире. Вот, ну и, собственно, позвал ребят знакомых, которые вполне хорошо играют. Более сильные по урону, чем я. Вот, сам я чуть больше года играю. Ну, в принципе, вот, обожаю эту игру. Ну, ты в Вундеркент за год в такое высокое время. Здорово. Очень приятно. Большая честь вообще, что такая семья-команда присутствует на нашем турнире. Все получат удовольствие, это точно. Представьте, пожалуйста. Всем привет. Я Семен. Я играю примерно два года. У меня примерно шестой кирп. Да, все будет хорошо. И на третьей доске тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, команда Бадук. Команда Бадук. Софья. А вы... Я Бадук попал. Я так вот и словно люблю. Вы не на вас не скажете, что Бадук. Я бы еще попал. Чемцареву инь-янь. А мне Бадук. Ну, ладно. Бадук. Ну, это Софья Евгеньевна, да? Это вообще легенда. Это такое счастье, что мы заполучили ее на наш турнир. Нет. Я очень мечтала, когда... Ну, ваше знакомство с вами случилось. Сначала пришло статью про вас. А потом с вами улетелось на турнире. А где вы статью про меня? Ну, на ФГ, сайте на РФ. Вот, поэтому очень приятно, что вы здесь. Вы популяризатор в Кубе в какой-то невероятной степени, потому что столько лет, и вы в год, и вы сражаетесь с новым поколением, который много что умеет. Ну, когда ваш путь начался, да? Ну, вот скажите. Ну, когда у вас еще никого не было. Не 5-7? 5-7. Всех есть и взят. Мне кажется, да. Да? Ну, вряд ли. Ну, там все написано, если читали. Уже еще раз нет. Но вы... Я понимаю, что вы учились совершенно по другой школе. Да? Я училась вообще без школы, потому что... Где учиться? Вам сейчас хорошо, там, тренеры, что-то такое. А раньше что? Где-то что-то увидел на английском. Ну, в тайской грамоте буквально. Не понимаешь, там, кто-то делает, что он уже иероглифы там изучил. В общем, так испорчен телефон один в другом. Все про иероглифы, и ты начинаешь это применять. И у тебя что-то... Ну, в общем, как стиль у нас был драться каской. То есть никто... Или еще резать кушать. Все, бегаешь. А потом уже книжки появились. Но уже не переучишься. Так что вы, наверное, погорячились с капиталом. Нет, нет, нет. Даниил, тогда представьтесь, пожалуйста. У меня же Даниил. Я вот еще осознался. В ГО играю с полгода, может, чуть больше. Вот, поэтому посмотрел, какие сильные игроки. Суне немного страшно, но посмотрю. Надеюсь, мне повезет. Не бойтесь. Не бойтесь. Аки? Меня зовут Акин. Вот, я играю тоже где-то полгода. Акин играет в школе ГО-лидер Самкина. А, ну тогда нормально. Ничего, потянет. Ну, надеюсь, что вы получите удовольствие. Познакомьтесь, еще будет какое-то время пообщаться. Нет, мы приехали побеждать. Да, побеждать? Вы сейчас накачайте их там все. Они сейчас смогут. Спасибо вам большое. Да, проходите, пожалуйста. Хочу поприветствовать команду хранителей ГО. Хранители ГО. А, Нина? Да. Да, держи, просто не на шею, не нажимай. Хорошо. Ждем Сергея. Да, распускай форс. Вот так у нас все. К сожалению, экспромт, потому что у нас случился форс-мажор. Как одна команда решила нам устроить сюрприз, отказалась в предпоследний день. И вот поэтому не удивляйтесь, что люди знакомятся прямо здесь. Ну, вот так вот. Команда хранителей ГО. Опять же, сборная солянка. Андрей, единственный представитель клуба СИТЕ. Он здесь ГО узнал и здесь учится. То есть, он два месяца занимается ГО. В своих стенах. В своих стенах. Стены помогают. Ну, два, может, вы загнули полтора от сил. Я вот смотрю на всех игроков, которые здесь собрались, и я думаю, а зачем я вообще смогу шоу? Это у народа школа. За удовольствие. Ты хочешь учиться по бразильской системе? Знаешь такую систему? Да, знаю. Такой медик выбора, а? Либо... Так, Нина, представьтесь на сцену. Меня зовут Нина, я играю вот где-то два года, правда, очень несистемно. Вот, но я узнала о турнире в последний момент, я решила участвовать. Хорошо. Ну, Сергей. Многие, наверное, игроки-спортсмены знают о Сергея. Ну, делаю вид, что я играю одновременно, щелкаю всех, все это знают. Ну, у вас получается то и другое. И щелкайте играть. Хорошо, хорошо. Да. Спасибо вам большое. Надеюсь, получится время пообщаться. Три часа у нас сначала. Спасибо. Находите, пожалуйста. И последняя команда. ЧБ. Просим вас. Команда ЧБ. А, ЧБ? Да. Попробуем узнать, что это значит. Кто? Пожалуйста, фотографируйте очень хорошо. Чебурашки вы? Ну, наверное. Нет, черно-белая. Красно-белая, но черно-белая. Пускай будет. Расскажите немножко о себе. Как вы собрались? Откуда вы все? Нормально. Ну, а с Ольгой скоро? Да. Денис появился благодаря усилиям Никиты. Ну, потому что, знаете, знаешь, что получилось? У нас все сбалансированный состав был. За два дня, до начала, мне Никита присылает состав. Первая доска, второй, да? Вторая доска, третий Q. И третья доска, пятый Q. И мы такие, а у нас там ребята-то, девички. Что делать? И мы по всей Москве стали искать людей, кто смог бы поддержать уровень игры, чтобы всем было приятно. Виктор, вам в первую очередь. И Денис поддержал нас. Лёх. И вот мы создали команду, коллаборацию из клубов трёх. Денис у нас. Представляешь, какой клуб? Денис, наверное, сейчас. Сам себя. Уже, да. А Натан представляет, какой лидер. И, ну, как Варвара уже Сента, Сидио. Не Сента, а Китай-город. Китай-город, да. Вот. И наш. Мы наш, да. Ну, Денис, расскажи, сколько лет ты у тебя? Ну, и у нас перерывы, миллион, десять плюс. Небольшой. Ну, это первый, да. Турниром иногда езжу. И всё. Ну, просто играю. Своё удовольствие. Занимаюсь полгода. Имею сейчас 16-й Q. Да и в общем всё. 18-й Q. Меня бояться не надо. Играю пола три. Всё, никак не могу с 18-го Q сбежать. Так что... Нет, бояться надо. Надо. Чувствую, что капитан сразу за временем. Спасибо вам большое. Анатолий Чедвик. Вот вы все и представились. Все знают друг друга. Смотрите немножко по организационной части. И передам уже слово по овцеркве. У нас здесь будет зона, где можно поиграть свободно в режиме между турами. Здесь будет мастер-класс по живописи. В той аудитории у нас будет проходить турнир, и там участники могут попить чай и кофе. Если кто-то хочет посмотреть за турниром, можно это сделать, но очень тихо. Там будет место, стульчики, чтобы не мешать игрокам. А теперь самое важное, как всё у нас считаться будет. Да, как уже рассказали, у нас немного увеличилось количество команд с 4 до 6. Поэтому пришлось антрализировать с нашим регламентом. Как будем считаться? У нас проводятся два тура. Команды играют между собой. Победители будут играть с победителями. Те, кому в первом туре не повезло, между собой. И в результате у нас получится две команды, которые победили в их турах. Как мы между ними будем выяснять, кто всё-таки занял первое место, кто второе? Во-первых, по количеству побед игроков. То есть, если одна команда выиграла все 6 партий, а другая только 5 партий, то засчитываем победу первой партии, первой команде. И в случае, если количество побед также будет одинаковое, то итог турнира будет решаться в лице игре между капитанами. Добавим третий тур. А какой контроль длится будет? 15 секунд на тот. 15 секунд на тот. В пункт времени. Ну, остальные детали, как будет проводиться турнир, я думаю, вы все знаете из рекламента. У нас 30 минут основного времени и 2 периода приёма по 25 секунд. Ну, на этом, наверное, всё. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас я постараюсь ответить. 5 копеек ставлю, да? Главным судьём мероприятия является Диана. Привет. Все вопросы по судейству к ней. Ну, Леонид будет над толпой смотреть, да? Вот, что касается еды и что-то такое организационное, это ко мне. Хорошо? Не приходите ко мне сейчас. Всё, всем спасибо. В 15.00 начинаем там. А по поводу раскладки, раскладки. Долго уровня. Да, мы не меняем количество порядок игроков за досками. Самый сильный игрок играет на первой доске, от третьей на второй, и от третьей, от третьей на третьей. Хочешь, ты? Можно сдачу? Один. Ты что? Отъел всё. Дальше решается всё. Как, ты сходишь в следующий игрок? Каким ты гад. А что? Ты понимаешь, что ты гад? Вот этот игрок самый страшный. Нет, не самый страшный. Не самый, но один из самых. Ну, если бабушка сейчас сшибётся, то всё в порядке. Нет, я сейчас сшибусь. Да не всё в порядке. Нет, я сейчас сшибусь. Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok